Музей Островского в эту субботу превратился в танцевальный зал. Здесь звучала музыка славянских народов и народов Европы. Студия старинного танца подготовила целую программу. Поучаствовать мог каждый. Праздник подобного формата, фолк-фестиваль, в Сочи состоялся впервые. Посвятили его весеннему равноденствию. 20 марта тогда прошел этно-фестиваль. День и ночь становятся одинаковыми по продолжительности. Наступает астрономическая весна. Гостей фестиваля приобщить к древнему празднику решили путем знакомства с его традициями. Одна из них – это изготовление обрядовых кукол-веснянок и кукол-мартиничек. Делайте мартиничку, завязывайте на дерево, загадывайте одно единственное желание. С 20 по 21 привязывайте к дереву, желание исполняется. Студия творческих идей представила целую выставку. Мыло, украшения, духи, авторские открытки – все эти удивительные вещи сделаны руками сочинских мастеров. Гостей угощали сдобными жаворонками. Выпекать их тоже было одной из традиций славян. Славяне всегда пекли жаворонков. Это вот такая булочка с изюмом. Мы видим, какой огромный интерес у людей вообще. Не только к славянской культуре, но и к культуре народов мира. Поэтому я думаю, что этот фестиваль будет набирать вес и будет ежегодным. Пока на фолк-фестивале по большей части рассказывали о культуре славянских народов. Организаторы надеются уже в следующем этнопразднике задействовать и представителей других национальных общин курорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.